Доброго времени суток, дорогие друзья! В этом видео мы расскажем, что такое майник биткоинов, для чего он нужен, а также приведем пошаговую инструкцию, как майнить биткоины и можно ли это делать на домашнем компьютере. Если вы следите за котировками самой популярной на планете криптовалюты, то наверняка в курсе, что стоимость биткоина за последние годы выросла в тысячи раз. Это говорит о том, что вложения в эти цифровые деньги по-прежнему сверхприбыльны. Со временем из-за роста стоимости они становятся даже более доходными, чем раньше. Правда, добывать их становится все труднее. Давайте для начала определимся, что такое майник. Майник биткоинов – это процесс добычи криптовалюты биткоин, выступающий в качестве единственного варианта ее получения пользователями. Это добровольная и специфическая работа, без которой немыслимо существование сети биткоин. Майник выполняет две главные задачи. Первое – производство цифровых блоков, составляющих основу биткоина. Второе – обеспечение работоспособности системы. Это проверка скриптов, транзакций и подтверждение их подлинности. Майнеры получают за свои действия обязательное вознаграждение. Сумма выпущенных в обращение на текущий момент биткоинов эквивалента сумме вознаграждения за создание новых блокчейнов. Иначе говоря, майнинг криптовалюты – это единственный способ ее производства и запуска в обращение. Более подробно про технологию блокчейн мы рассказывали в одном из наших прошлых роликов. Вознаграждение за создание блоков в сети со временем не меняется. Например, в 2009 году она составляла 50 биткоинов. В 2012 году или спустя 210 тысяч блоков награда упала до 25. Летом 2016, спустя еще такое же количество блоков, гонорар майнеров снизился до 12,5 биткоинов. Правда, если учесть, что за это время стоимость биткоина выросла в тысячи раз, майнеры в любом случае получили приличный доход. Чтобы стать майнером, недостаточно вашего желания. Если бы все было так просто, блоки генерировались бы сотнями в секунду. Но ценность криптовалюты как раз в том, что получить ее не так-то просто. Этому есть несколько причин. Первое – создание блокчейна. Это вычислительно сложная задача, требующая высоких производственных мощностей. Второе – у всех биткоин-сети на вычисление одного блока уходит примерно 10 минут. При этом время не зависит от количества майнеров и компьютеров. Третье – сегодня майнить криптовалюту в домашних условиях невыгодно, так как мощности отдельного персонального компьютера недостаточно для вычислений. Когда только зарождалась эра добычи биткоинов, хватало сил обычного домашнего настольного компьютера или даже ноутбука. Но сейчас золотое время для майнеров уже прошло. Любительский майник перестал приносить прибыли сразу после того, как на рынке появилось специальное для добычи биткоинов оборудование от производителей ASIC. Так майник стал настоящей профессией, требующей не только соответствующего обучения, но и вложения в дорогостоящее оборудование. Чем производительнее железо, тем больше хешрейта, что означает единиц мощности у майнера. Фермы майнинга – это компьютерные центры, заточенные исключительно на добычу криптовалюты. Но даже состоятельным майнерам-одиночкам тяжело конкурировать с китайскими кластерами по добыче криптовалюты, созданными на основе электростанции. Это уже даже не ферма, а целые добывающие предприятия со штатными работниками и руководителями. Чтобы упорядочить свою деятельность и исключить фактор случайности при выработке биткоинов, майнеры-одиночки объединяются в пулы. Это сообщество, занятое совместной добычей криптовалюты. Для чего нужны биткоину майнеры? Эксперты почитали, что уже сейчас майнеры по всему миру тратят на вычисление столько энергии в год, сколько потребляет за тот же период времени небольшая Среднеазиатская республика. Уже ведутся разработки добывающих моделей на основе солнечной энергии. Все потому, что остановить майник никак нельзя. Биткоинов и другой криптовалюты нужно все больше, а другим способом добывать цифровые деньги невозможно. Рассмотрим причины, по которым майник будет актуален всегда. Первое. Подтверждение транзакции. Любая транзакция между участниками сети биткоин должна быть обязательно подтверждена перед занесением в блок. Когда майнер принимает транзакцию и заключает ее в блок, монеты становятся доступны для дальнейшего применения. Второе. Защита сети от внесения ложной информации. Если злоумышленник попытается скормить системе поддельную транзакцию, его попытка будет автоматически заблокирована на этапе формирования блокчейна. Еще сложнее будет подсунуть системе целый фальшивый блок. Чтобы добывать новый блок в блокчейне, нужно иметь криптографическую подпись, формированную на основе старого. Причина третья. Защита сети биткоин от разного вида атак. Майнеры своими криптографическими шифровальными алгоритмами автоматически защищают сеть от любых хакерских атак. Система станет уязвимой лишь в том случае, если злоумышленники получат в управлении более 50% всех вычислительных возможностей сети. Такая теоретическая ситуация называется у майнеров атака 51. Но даже добившись такого тотального контроля, хакеры смогут только замораживать транзакции биткоинов и выполнять манипуляции с собственным кошельком. Особых богатств это не принесет никому. Четвертая причина. Поддержка децентрализации сети биткоин. Главная особенность любой криптовалюты – децентрализация. Операции с цифровыми деньгами никто не контролирует и не регулирует, кроме самой системы и майнеров, рассредоточенных по всему миру. Даже отключение большей части всех компьютеров, участвующих в вычислениях, не приведет к остановке транзакций. При этом пулы и даты центра распределены по всей планете. Итак, пошаговая инструкция, как майнить биткоины. Специализированные чипы ASIC созданы исключительно для занятий майнингом, более производительные и экономичные, чем любая современная видеокарта. Но даже чипы требуют огромных вычислительных мощностей и колоссальных затрат электроэнергии. Если хотите заняться майнингом в этом и следующем году, просчитайте для себя заранее. Стоит ли овчинка выделки? Количество вычислительных мощностей и участников растет, а награда неизменна. Стоит ли вкладывать деньги в оборудование и ждать окупаемости год или более? Возможно, стоит рассмотреть альтернативные варианты добычи криптовалют. Многие современных добытчиков биткоина переходят на облачный майник. Такой майник называют добычу цифровой валюты с помощью арендованного, а не собственного оборудования. Но здесь есть другая проблема. Огромное количество таких проектов – это не представители пулов и не майник фермы, а посредники или инвестиционные фонды с ограниченным сроком существования. С одной стороны, чем больше мощностей вы купите, тем больше доходов получите. С другой – нет гарантии, что выбранный вами сайт окажется профессиональным и честным ресурсом. Наша универсальная инструкция предотвратит ошибки начинающих майнеров. Шаг 1. Выбираем сервис для майнинга и регистрируемся. В любом случае, вам понадобится выбирать сервис, который предоставит вам программы, оборудование, доступ к мощностям. Успех майнинга биткоинов сводится в конечном счете к правильному выбору сайта для майнинга. Критерии отбора здесь универсальны. Первое – срок жизни веб-ресурса. Второе – наличие обратной связи и ее качества. Третье – комиссия за вывод биткоинов. Четвертое – участие в проекте известных биткоиновых пулов. Пятое – статус организации. Шестое – отзывы о проекте на профессиональных форумах. Шаг второй – выбираем пул. В одиночку биткоины сейчас уже не добывают. Выбирая пул, ориентируйтесь на размеры комиссионных, сложность программ для майнинга, а именно сколько весят эти программы и как они работают, а также способ начисления вознаграждения. Шаг третий – определяемся с программой для майнинга. Искать программу самостоятельно тоже нужно далеко не всегда, поскольку сайты облачного майнинга сами предоставляют пользователям актуальное программное обеспечение. Бывалые майнеры советуют установить дополнительную программу мониторинга системы, она будет отслеживать состояние процессора, следя за его работоспособностью. Программ для майнинга много. Самый популярный – CC-майнер, CG-майнер, 50-майнер и так далее. Некоторые созданы для работы с видеокартами, другие – модифицированные под чипы ASIC. Шаг четвертый – настраиваем и запускаем программу. Профессиональные сервисы предоставляют юзерам подробные инструкции по настройке и запуску программного обеспечения. Если программа работает не так, как нужно, не пытайтесь исправить ошибки сами. Лучше сразу обратиться к профессиональным консультантам. Шаг пятый – получаем биткоины и выводим их. Майнеры зарабатывают биткоины автоматически, компьютеры работают круглые сутки, а криптовалюта поступает на счет со скоростью, соответствующей количеству приобретенных хешрейтов или мощности оборудования. Серьезный вопрос после добычи биткоинов – это перевод биткоина в реальные, так называемые, фиатные деньги. Для этих целей используют обменники криптовалюты, их в сотне в интернете, далеко не все из них надежно и быстро работают. Для обычного майнинга биткоинов существуют отдельные сервисы. К ним можно отнести хешфлэр, хешник24, генезис майнинг и другие. Каждый из этих сервисов имеет свои нюансы и особенности. Итак, как выбрать оборудование для майнинга биткоинов? Совет первый – учитывайте объем встроенной памяти. Это необходимо для корректной работы программ. Бывалые люди советуют иметь объем памяти не меньше 3 гигабайт, чтобы все быстро грузилось и работало без каких-либо проблем. В идеале компьютер должен использоваться только для майнинга, а не для развлечений. Совет второй – обращайте внимание на размер УЗУ. Оперативная память – тоже важный момент. Для майнинга желательно, чтобы этот показатель составлял более 4 гигабайт. Совет третий – покупайте оборудование для майнинга биткоинов только с гарантией. Эксперты настоятельно не рекомендуют приобретать оборудование для майнинга с рук. Только новое оборудование и обязательность гарантии. Если процессоры и карты не обеспечат заявленной мощности или выйдут из строя, вы сможете хотя бы восстановить оборудование или обменять его на другое. Совет четвертый – выбирайте оборудование с хорошей системой охлаждения. Необходимо настроить должным образом работу системы охлаждения. Это одна из тех статей, на которых категорически не рекомендуется экономить, так как все оборудование может потечь или иначе расплавиться и испортиться. На этом у нас все. Мы подробно рассказали, что такое майнинг биткоинов, как осуществляется добыча этой криптовалюты. Если у вас есть замечания и дополнения по теме, то пишите их в комментариях. Также вы всегда сможете найти больше информации на нашем канале и в описании под видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.